Всем приветики, кексики! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть! И в этом видео мы вместе с вами усовершенствуем наш ми-магазин с мороженым и добавим сюда мороженое в фруктовый лед, а также в морозилку, где оно будет храниться. Сделаем тут ящички, в которых будут находиться палочки для этого нашего с вами мороженого и ложечки. Я думаю, что я это вот так вот потом поменяю, и у нас именно наша с вами морозилка будет храниться вот тут вот под вот этим обычным мороженым. Думаю, начнем мы с вами с морозилки. Для этого мы берем такой толстый картон, его можно использовать из коробки под обуви. Чертим вот такие вот три заготовочки размерами 18 сантиметров на 14,5 сантиметров. И также еще две заготовочки размерами 14,5 на 14,5 сантиметров. И для красоты обклеиваем это все бумагой. И для этого я взяла бумагу и начертила вот такой квадратик размерами 14,5 на 14,5 сантиметров. В общем-то, такие же размерчики, как у нашего с вами этого квадратика. И по бокам тут отмерила по 1,5 сантиметров. Это нам с вами нужно для того, чтобы, смотрите, когда мы с вами вот так вот берем, склеиваем, тут вот так вот было беленько, красивенько, эстетичненько. Ну, а вот эти квадратики размерами 2 на 2 сантиметра. И, конечно же, за кадром я сделала еще такие заготовочки. Это у нас с вами тоже 14,5 на 14,5 сантиметров квадратик. Это у нас с вами вот эта вот заготовочка такая большая. Кстати, я думаю, то, что у нас с вами, смотрите, будет, сейчас я вам покажу даже, вот так вот, и тут по бокам вот так вот. И вот это вот у нас с вами красивое будет вот тут вот сбоку. Думаю, сверху будет тоже белое, снизу тоже. Потому что сбоку, может быть, я не знаю, как-то там буду потом делать видео, снимать, и там он нужен будет вид сбоку. В общем-то, вот так вот, боковы-то тоже у меня есть. И вот эти вот те самые две обычные белые заготовочки. Теперь это все обклеиваем скотчем и вырезаем. И вот, я это уже сделала. Такие вот штучки у меня получились. Так, теперь давайте я вам покажу на вот это вот заготовочки. Так, берем эту картонку. Так, клей-карандаш. Вы можете использовать любой другой клей, либо же приклеить вообще на двухсторонний скотч. Так, намазываем тут хорошенько. Так. Так, теперь берем и ровненько стараемся приклеить. Можно, кстати, подойти к окну и просветить, и тут все будет очень хорошо видно. Итак, я уже приклеила. Теперь мы берем вот так вот, загибаем, приклеиваем сюда кусочек скотча. И таким образом склеиваем. И с других сторон точно так же. И я это уже сделала. Вы просто посмотрите, как же красиво получается. Так, теперь переворачиваем. Берем обычную бумагу. Наш с вами клей-карандаш. И вот тут вот наносим. Думаю, лучше всего использовать двухсторонний скотч. Так же еще можно использовать клей-пистолет, либо же суперклей. Потому что тут, где скотч, вряд ли это склеится. Но попробуем. Так, теперь берем обычную бумагу нашу и склеиваем, чтобы тут все было ровненько. Прижимаем. И обклеиваем тут скотчем. И лишнюю бумагу так же отрезаем. И таким же образом обклеиваем бумагу в другие наши с вами заготовочки. И я уже все обклеила с двух сторон скотчем. Так получилось. И делаем еще одну вот такую вот заготовочку. Так, тут у нас с вами 18 сантиметров на 14,5. Только смотрите, я тут сделала немножечко на 2 миллиметрика поменьше. Потому что это у нас с вами будет полочка, и мы будем туда вставлять. Так, и теперь из вот этого всего нам надо склеить морозилку на скотч. Так, для этого берем вот такую вот заготовочку. Это будет низ и боковую вот такую вот частичку. Так, и теперь их склеиваем на толстый скотч. Таким образом хорошо все проглаживаем. Можно также взять линейку. Так, делаем так. И тут так же склеиваем скотчем. Так, и теперь приклеиваем сюда скотч. Тут липкая. И вот эту вот нашу с вами заготовочку. Это будет наш с вами тут зад, так скажем, вот. И тут тоже склеиваем скотчем. И затем вот тут тоже склеиваем. И внутри, конечно же, тоже для прочности склеиваем. Итак, берем нашу с вами полочку. Сюда приклеиваем скотч. Тут у нас с вами липкая. Так, и затем приклеиваем вот сюда вот на заднюю сторону. Примерно посерединке. Главное, чтобы было только ровненько. И тут вверху тоже склеиваем скотчем. И сбоку тоже. И тут, и тут внутри. Таким образом. Затем берем следующую боковую частичку. Сюда приклеиваем скотч. Тут липкая сторона. Так, и приклеиваем вот сюда вот. Также делаем так, склеиваем тут, тут, и вот тут вот. И снизу тоже. И вот так вот у нас с вами получается. И теперь берем нашу эту с вами верхушку. И приклеиваем сюда также на скотч. Тут внутри. Тут. С этой стороны. И с этой. В общем-то, с трех сторон. И внутри. И вот так вот, в принципе, у нас с вами получилось. Тут можно вот так вот поделать. Чтобы убрать пузырьки. В общем-то, вот такая морозилка. И не хватает, конечно же, дверцы. Лучше всего, конечно же, дверцу делать из папки. Поскольку она плотная. Но у меня вроде ее не нашлось. Найс. Потом я еще, конечно же, пойду поищу и заменю. Поэтому на пока что я взяла вот такую вот как плотную обложку для учебников. Она не как обычно. Вот видите, немножечко так плотненько. Я из нее, кстати, делаю пупырки для симплов-димплов. Так, и вырезаем вот такой вот прямоугольчик размерами 18 сантиметров на 14,5 сантиметров. Думаю, видно. Берем картонку и чертим вот такую вот заготовочку. Смотрите. Тут у нас с вами будет прозрачно вот это вот. А это у нас будет раскрашено. В общем-то, сейчас я вам скажу размерчики. Тут у нас с вами 2,5 сантиметра. Тут 13 сантиметров. И тут у нас с вами тоже 2,5 сантиметра. Тут вверху тоже 2,5 сантиметра. Тут у нас с вами 9,5 сантиметра. И тут внизу тоже 2,5 сантиметра. И размер этих квадратиков на 1,5 сантиметра. Тут и сверху. И теперь это также раскрашиваем маркерами, обклеваем скотчем и вырезаем. Я, кстати, для красоты решила покрыть блесочками. Итак, теперь берем эту нашу с вами обложку и приклеим вот эту заготовочку вот сюда вот посерединке. Вы можете использовать либо же суперклей, либо же двухсторонний скотч. Но я возьму такой скотч. Сделаю так. Делаем из обычного скотча двухсторонний. Лишнее я потом подрежу. Так, и приклеиваем вот сюда вот. Лишнее подрезаем и тут тоже так приклеиваем и приклеиваем сюда. И теперь сделаем саму ручку. Для этого я взяла картонку и нарисовала вот такой кексик. Обклеилась скотчем и теперь его вырезаем. Вы также можете взять какую-нибудь объемную штучку, либо же слепить из легкого пластилина. И приклеиваем на четыре плотных картонки. Это нужно для того, чтобы у нас с вами было объемно. И сюда приклеиваем двухсторонний скотч. Вы также можете приклеить на суперклей. Так, и приклеиваем примерно вот сюда вот нашу с вами ручку, чтобы вот так вот потом открывать. Теперь сюда приклеиваем скотч и приклеиваем нашу с вами дверцу. Главное, чтобы все было ровненько. Примерно вот так вот. И такая морозилка у нас с вами получилась. Открываем. Ну а следующее, что мы с вами будем делать, это палочки для мороженого. И я их уже нарисовала за кадром. Так, смотрите, тут у нас с вами один сантиметр. А вверх примерно пять сантиметров. Я нарисовала вот такую, такую, такую. Кстати, хеллоу кити, папузьяна наша, чебурашка, леденец, обычную палочку и гуроми. И это все, кстати, обводила линером 02. Теперь это все раскрашиваем маркерами, обклеиваем скотчем с двух сторон и вырезаем. И так у меня получилось. Я еще даже для прочности решила приклеить на одну картонку. Вы также можете использовать плотный картон. Я потом, возможно, приклею, посмотрим. Убираем и делаем ложечки. И для этого я буду использовать водокод-бутылку. Отрезаем вот эту вот частичку. И тут я уже вырезала водокод-заготовочку. И теперь из этого вырезаем, как такой овальчик. Также, если вы маленький, то обязательно попросите помощи у взрослых. Simple dimple puppet squish. И делаем вот такие вот три полосочки из картонки. И так, тут у нас с вами 7 сантиметров. А тут 1 сантиметр. Это будет передняя сторона. Это серединка, а это задняя. И склеиваем все на суперклей, либо же на двухсторонний скотч. Так, и я это уже сделала. Теперь сюда приклеиваем такой кусочек скотча. Так, и приклеиваем вот сюда вот. Ну, можно по-любому, например, вот так вот. Хопа. Берем еще один кусочек и приклеиваем сзади. И лишний тут скотч подрезаем. Такая у нас с вами ложечка получилась. Мне кажется, похожа. И такие ложечки я сделала. Так, тут есть вот такая вот клеточка. Дальше кружочки. Я, кстати, использовала... Сейчас вам покажу. Вот такой трафарет. Используем. Сейчас покажу. По-моему, да, вот этот вот кружочек. Дальше принт коровки. Куда же без него, конечно же. Все в принте коровки, кстати. Знаешь, такие как сердечки. Это я, кстати, сама придумала этот фон. Так, и вот. Такие вот ложечки. 3, 4, 5, 6 ложечек. Вы можете сделать сколько захотите. А, тут полосечка. И, конечно же, нам надо эти ложечки и палочки где-то хранить. И для этого мы с вами сейчас сделаем ящички. Берем картонку, чертим два вот таких вот ящичка. Кстати, эти все сердечки я не рисовала вручную. А взяла, вырисовала такое сердечко. И вот так вот просто обводила. Так, тут у нас с вами вышину 5 сантиметров. Тут в длину 26. Кстати, смотрите. Тут, я думаю, отсюда вот так вот будет. Тут будет у нас 7 сантиметров. Потом боковая сторона 4,5 сантиметра. Тут дальше 7 сантиметров. И боковая 4,5 сантиметра. И чтобы было красивее, я тут вот так вот линии проводить не буду. А сделаем мы это с вами потом, когда уже вырежем. Ну, а сейчас раскрашиваем это все маркерами. Обклеиваем скотчем с двух сторон. И вырезаем. Я думаю, для красоты еще обвести линером. И так у меня получилось. Кстати, я для прочности решила сделать тут два слоя картона. И также же для красоты я вырезала вот тут внутри. Ну, конечно же, чтобы было необычно и прикольно. Берем толстую обложку и вырезаем вот такую вот заготовочку. А тут, кстати, я рисовала фломастером. Потому что можно будет потом легко это убрать. Так, тут у нас с вами 7 сантиметров. И тут 5 сантиметров. Тут тоже 5. И тут тоже 5 сантиметров. Так, теперь аккуратненько сгибаем. Так. Берем линейку и делаем так. И тут тоже. И убираем все линии от фломастера. Теперь у меня руки синие. Найс. Итак, берем эту нашу с вами заготовочку. Приклеиваем сюда скотч. Так, вот тут вот. Сгибаем. И приклеиваем вот сюда вот. Главное, чтобы было ровненько. Хопа, хопа. Так, делаем так. Получше сгибаем. И теперь приклеиваем вот тут вот так же скотчем. Тут даже получилось, что тут внизу пришлось вот так вот еще подогнуть побольше. Поэтому тут придется верху чуть подрезать. И так и приклеиваем. И так, и тут внизу тоже склеиваем скотчем. Ровненько главное, чтобы было. И тут тоже склеиваем скотчем. Так, берем скотч, приклеиваем вот сюда вот на наше сердечко. Так, это перед, это будет зад. Так, поэтому делаем так и приклеиваем вот сюда вот. Ну, в принципе, почти ровно, думаю. И такой у нас у меня, в принципе, ящичек получился. Давайте попробуем сюда что-то положить. Например, наши с вами палочки. Мне даже кажется, что надо было чуть поменьше сделать. Но хотя, если так смотреть, то, в принципе, нормально. Только надо будет эти палочки делать чуть побольше. Они, кстати, смотрите, все попадали. Тут, кстати, дырочка. Ладно, ничего страшного. Но, в принципе, если так смотреть, судить, то, ну, почти, в принципе, по размерчику, да. Надо было серьезно сделать чуть меньше. Ну, ладно. Я думаю, если на них приклеить толстый картон, то будет все окей. Да, кстати, нам с ними нужно склеить тут скотчем и тут внутри, чтобы ничего не липло. И таким же образом склеиваем вот этот вот наш с вами ящик. Тут, кстати, у меня почти оно расклеилось, да. Но, думаю, ничего страшного. И такие вот они у меня получились. Мне кажется, просто очень миленько. Обязательно пишите в комментариях. И следующее, что мы с вами сделаем, это будет мороженое. Куда же без него. Так, для этого мы с вами берем легкий пластелин. Открываем, достаем. Так, и липим. Это я, кстати, делаю так, чтобы не было таких морщин, так скажем. Ну, в принципе, думаю, нормально. Так, теперь делаем так. Например, вот такое вот будет мороженое. И лепим. Затем берем вот такую вот штучку для маникюрчика. Тут нам нужны вот эти вот кружочки. Так, и делаем глазки вот так вот аккуратненько. Хопа. Помоем, а вот все. Так вот. Хоп. Так вот не надо делать, просто вот так вот. Так, и тут, например, личко. Ну, я просто тут зарисую, я не знаю, мне кажется, это не очень-то красиво, но вам показать по примеру, как надо сделать. Так, ну, и вот так вот. Ну, в принципе, что тут еще можно, не знаю, ну, щечки, да, типа. И щечки. И таким образом делать. Просто с этими кружочками будет все очень ровно и красиво. Так же, давайте сейчас попробуем, не пишущей ручку, ей сделать. Кстати, ей тоже получается, тоже вот так вот можно очень ровненько делать. Опа-хопа, я тоже глазик готов. Берите лучшую ручку, потому что вот эта штучка есть, мало у кого. И вот такое вот мороженое я слепила. Я еще так же потом подождала, пока это все засохнет, и покрыла прозрачным лаком. И потом так же подождала. Вот, я покрыла. С этой стороны подождала, пока высохнет, потом с другой покрыла, чтобы не приклеилось ничего, конечно же. Вот, у меня есть такой смайлик. Лапка. Дальше. Зайчик. Вот это вот. Ножка. Обычное мороженое. Вот, Hello Kitty, это просто ложка. Дальше. Это неудавшаяся попытка. Это, короче, с первой попытки я даже не покрывала прозрачным лаком. Это я делала без вот этого штучки, а, по-моему, ножичком вот эти вот для лепки. В общем-то, не очень, да? Не будет его. И вот кексик. Конечно же, куда же без него, ведь вы же мои кексики. Ну, а сейчас мы с вами сделаем саму основу, где, так скажем, мы с вами будем готовить нашу с вами это фруктовое мороженое. Думаю, вы поняли. Есть такие, в общем-то, основы для мороженых. Так, туда наливаем что-то, потом кладем в морозилку, и получается мороженое в фруктовый лед. В общем-то, убираем это наше с вами мороженое. Берем легкий пластилин, я его заказывала на Валдресе. Так, ну, надеюсь-то, что мне хватит. Лепим вот такую вот штучку. Тут, кстати, вот эта вот толщина такая же, как у нашего с вами мороженого. И ждем, пока очень хорошо засохнет. Пока что можно подровнять, пока можно. И для более такой, по прочности я ее вверху покрыла прозрачным лаком. Тут, кстати, нет, но я тоже вот так вот переворачивала, чтобы тут тоже засохло. Так, теперь мы берем наше с вами мороженое, например, вот такое вот, нашу Hello Kitty яблочное. Так, и теперь ее обводим. Так, тут, например, будет у нас три мороженых, да, по месяцу. Ну да, как раз, раз, два, и тут третий. Это будет очень сложно, конечно. Вот, можно, знаете как, вот так вот не рисовать по вот этому, потому что, ну, тут сложно все равно, да? А так вот просто тыкать, вот так вот. Да, кстати, только главное, чтобы тут мы с вами оставили место для нашей с вами палочки. Она у нас на один сантиметр. Вот тут вот она будет. Ну, в принципе, как-то так, в общем-то, да. Лучше, конечно же, поровнее, в общем-то, не важно, да, уже. Теперь мы с вами берем вот такую вот штучку. Вы, кстати, можете, например, тоже использовать ручку, которая не пишет, и вот так вот просто убирать. Это у меня, кстати, для ноготочков, чтобы делать крышочки. И вот так вот лишнее тут убираем. Даже смотрим по контуру, чтобы было ровненько. И вот так вот убираем лишнее. Таким образом вот, кстати, он, ну, лебется даже внутри, ну, конечно. Ну, в принципе, я даже не знаю, тут все равно неровненько вот по бокам. Вы видите, да, вот эти вот как кругляшочки остаются. Это никак не исправится. Но мне кажется, в принципе, красиво, да. Вот так вот как раз она помещается сюда. Я думаю, как раз ее засохнет, а то все равно прилипнет. Потому что, как обычно, не везде же тут лак. В общем-то, вот так вот она сюда очень хорошо помещается. Но тут все равно есть, да. Неровности, конечно же, это есть везде. Но тут, типа, как, ну ладно, ничего страшного. Тут должно быть две такие штучки, но у нас будет вот так вот. Что-нибудь такая у нас Hello Kitty. И теперь берем другую, а также мороженое. Вот так вот тыкаем. И потом засовываем сюда и еще одну. Да, теперь это вытаскиваем и ждем потом, пока это все засохнет. Ну, в принципе, так у меня получилось. Не знаю, на что это похоже. А, вот, короче, когда вот так вот руку прикладываешь, и потом отпечаток. Вот и так теперь раскладываем. Так, тут у нас у меня ножка, вот, или отпечаток от ноги. Так, тут у нас с вами Hello Kitty. Вот она, кстати, прям вообще прям прилегает. Ну, только вот тут туда немножечко. И наш с вами кексичек. Ну, в принципе, ну, мне кажется, более-менее так красиво, да. Тут вот так вот это убрать. Еще можно будет потом для красоты, не знаю, в принт-коровке, да. Часто такая в принт-коровке для красоты. Или, может быть, тут еще какую-нибудь штучку так обклеить, чтобы не было видно этих неровностей. В общем-то, вот так вот. Ну, а теперь я хочу съесть вот эту вот основу, где будет храниться мороженое, более легким способом. Так, это убираем. Так, берем картонки и вырезаем вот такие вот четыре заготовочки. Это, кстати, толстый картон. Его можно использовать из коробки, также под обуви. Так, тут у нас с вами 14 сантиметров на 7 сантиметров. В общем-то, смотрите. Я вот хочу так, мы с вами открываем. И у нас с вами тут будут лежать, и тут будут лежать мороженки. То есть, тут у нас с вами будут палочки, и тут тоже палочка будет вот так вот вытаскиваться. Но, в принципе, думаю, размерчик, ну, как раз подходящий. Просто если так, то... Хотя, мне даже кажется, все равно тут малое место будет для палочки. Но, думаю, ничего страшного. Тут будет палочка, тут у этого мороженого не будет. Хотя, они у нас же с вами все без палочек, потому что мы их будем хранить вот тут вот. Тогда окей. Но все равно так будет удобнее, потому что, если так, то чтобы достать вот это вот мороженое, надо достать вот это, а потом вот это так мы с вами сразу видим. Например, вот это достали, и все. Мне кажется, так будет очень удобно. И теперь берем наше с вами мороженое и обводим. Я это уже сделала. Тут рисуем нашу с вами палочку. Так, тут один сантиметр, допустим, на глаз. Так, и тут тоже будут наши с вами эти палочки. Ну, что, посерединке. Так, вот. И теперь это аккуратненько вырезаем маникюрными ножничками. И вот так вот у меня получилось. И таким же образом берем картонку, прикладываем сюда, обводим и вырезаем тут тоже. И теперь склеиваем это все между собой на двухсторонний скотч, либо же на суперклей. Так же можно на обычном попробовать. Да, кстати, самое главное, чтобы сюда вот так вот помещались наши с вами мороженки. Так, тут и вот этого тоже. Это тоже очень главное. Мне кажется, очень просто круто. Так, теперь мы с вами берем картонку и вырезаем вот такую вот заготовочку. Так же размерами 14 сантиметров на 7 сантиметров, как и тут. И обклеиваем скотчем с двух сторон. Достаем наше с вами мороженое. И приклеиваем сюда, так же на двухсторонний скотч, либо же на суперклей. И, конечно же, это все смотрелось не очень красиво. Я решила это все раскрасить гуашью. Затем уже акварелью и покрыть блесочками. Так у меня получилось. Тут надо будет тоже раскрасить, да? Вот, в общем, так вот так вот. Так, давайте сейчас ставим вот это вот. А, нет, тут же у нас топ. Где? А, вот. Вот этот вот кролик необычный. Так, дальше смаличек у нас. Так, и лапка. Во, все, кстати, уменьшается очень круто. Вот смалик прям вообще. Найс. Достаем. Итак, и теперь у нас будет ответственная миссия, потому что мы берем мороженое. Вот такой вот ножичек для пластилинчика. Так, и делаем тут. Так вот. Хопа. Хопа. Так. Берем. Ага, ложечку, да, и берем. Вставляем сюда ложечку, да? Вот, берем нашу с вами палочку, например, такую, и засовываем. Мне кажется, да, надо еще. Мне кажется, их все же надо приклеить еще на толстую картонку. Делаем так. Так, пытаемся ставить. О, во, мне кажется, во, круто. Такое мороженое на палочке, фруктовый лед. И таким же образом мы с вами делаем дырочку снизу на других мороженках. И такое мороженое получилось. Вы просто посмотрите. И мы также сможем достать и поменять наши с вами палочки. Например, вот эту поставить сюда. Так, например, берем, вставляем сюда. Берем, ну, допустим, вот эту палочку, да? Вставляем. Хопа. И затем уже достаем. Во. Ну, а сейчас мы с вами сделаем органайзер, так скажем, который будет вот тут вот сзади. Тут будут вот эти вот ящички. Да, пока что как-то они очень смотрятся. Тут надо будет еще, наверное, взять в морозилку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне тут еще сделать. Потому что это должно быть тоже потом так вот вверху, чтобы было, конечно же, красивее. А я уже, кстати, придумала. Обязательно ждите следующую часть. И для этого я взяла вот такую вот бумагу для черчения. Кстати, это, в общем-то, картон. Вы можете взять две обычных картонки и склеить их между собой. Лишнее потом также обрезать. Тут у меня, кстати, высоту 25,5 сантиметра, а в длину 35 сантиметров. Но чтобы нарисовать, конечно же, эти кругляшочки, я взяла вот такую вот штучку и с подскотчем. Кстати, есть такой скотч, что вот если мы вот так вот берем, и тут, в общем-то, есть такое пространство, да, так скажем. Сейчас я вам покажу. Ну, в общем-то, вот так вот. Видите, тут внизу пространство. И тут будет неровно, и поэтому тут тоже нужно иметь специальный скотч. Но я, в принципе, обводила. Вот тут внутри вы можете снаружи, тогда будут кружочки побольше. Я сейчас думаю взять маркер и раскрасить через один кружочек. А где будут беленькие эти кружочки, вырезать. А тут, где пространство между кружочками, я думаю, вырезать не буду. Останется просто белого цвета. Потом это все обклею скотчем и вырежу. И, конечно же, у нас это непрочное, просто вот так вот будет падать. Для этого я возьму вот такую вот картонку. Это, кстати, коробка из-под обуви. Так, берем, прикладываем, обводим и также вырезаем. Таким образом. И склеиваем их между собой на клей, либо же на двухсторонний скотч. Я, кстати, буду использовать вот такой вот обычный клей-карандаш. И такой фон получился, мне кажется, просто вау. Так, теперь он, кстати, у нас с вами будет вот тут вот сзади. Так, давай вставляйся. Так вот. Но вообще, знаете, как я хочу сделать? Так, вот это вот берем сюда. Тут потом нарисую принт коробки, а то как-то скучно. Это подвигаем сюда. И тут будет снизу, наподобие вот такой штучки, где будет кое-что храниться. Ну, а что вы узнаете в следующих видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я сейчас хочу вот этот вот наш с вами органайзер-сеночку, будем так называть, приклеить вот сюда вот на скотч. Ну, а перед началом, как это приклеить туда-назад, я решила это все обклеить в принт коробке. Тут у меня со всех сторон все обклеено. Тут и тут. И тут тоже. Небольшой он такой. И вот так вот, в принципе, получается. Мне кажется, очень круто. Я тут для красоты поставила вот такую штучку, чтобы видеть, как это будет смотреться. Потому что тут я потом сделаю наподобие такую штучку, как я вам уже говорила. И это тогда уберу. Это, кстати, самодельный такой... Ой, самодельный настоящий органайзер из фикс-прайса. Я снимала про него распаковочку. Так, берем обычный такой кусочек скотча толстого. Закинаем таким образом, склеиваем. Так, берем наш метод ящик. Где тут у нас задняя часть? Например, вот, да, задняя часть. Приклеиваем сюда. И вот сюда вот, например. Давайте вот тут будет, да. Хотя, мне кажется, это надо будет чуть повыше потом переклеить. Тут же мы будем набирать мороженое. Поэтому давайте примерно тут будет. Во. И теперь это все раскладываем. Я это все разложила. И сейчас вам проведу обзорчик. Итак, и внизу у нас с вами находится такая морозилочка. Так, открываем. Тут лежит мороженое. Еще вот такое. Это надо будет, кстати, убрать. Сделать еще два мороженых. Сделать вот такую штучку и положить сюда. Тут еще одно мороженое. Так, дальше закрываем. Это просто для красоты. Тут такое обычное мороженое. Тут у нас с вами такая добавочка. Такая, тут сами стаканчики. Надо набирать мороженое. Необычный такой органайзер сзади. Кстати, смотрите, вот сюда вот я положила ватки, чтобы было как-то красивее и наши с вами вот эти вот палочки не падали. Так, тут такие палочки и тут ложечки. Обязательно пишите в комментариях оценочку. Кстати, я еще потом хочу сделать новые рожки и добавочки. Это будет просто что-то с чем-то. Я такое придумала. Дикий лямок видео также пишите в комментариях. И, кстати, совсем скоро в приложении лайки я для вас буду принимать заказики с вот этим вот мороженым. Поэтому также подписывайтесь. Ссылочка в описании. Там я еще, кстати, принимаю заказики с самодельными антистрессами. У меня их очень много. И с бумажными сюрпризами. Я потом еще планирую делать новые бумажные магазины. Ну, а с вами была я, Арина. И такой мой новый усовершенствованный магазин с мороженым. Всех вас люблю. Bye-bye.